Блогер взял 5 тысяч долларов и не сказал, ну, до свидания. Это вот как Юра Хованский. Это безрассудное утверждение. Зависит от наглости блогера. Многие ориентируются на подписчиков, и это бессмысленно. Если будут блокировать YouTube, то будут блокировать вместе со всем остальным. Не знаю, что добавить. Все. Это просто гениально. Пять месяцев назад мы выпустили ролик «Как создать свой бизнес-влог», и он полностью поменял концепцию нашего канала. С тех пор тематика продвижения своего бизнеса, бренда на YouTube не перестала быть актуальной, и в свежем выпуске мы расскажем о том, как продвигать свой бренд и бизнес на YouTube. Грубо говоря, у вас есть всего два варианта. Это создать и развивать свой канал для бизнеса, или обратиться к блогерам. Сегодня мы в основном поговорим о том, как работать с блогерами на YouTube, однако тематику создания канала также обязательно затронем. Вы знаете, выпуск получился настолько информационно насыщенным, что помимо видео мы подготовили для вас статью, где собрали основные советы и лайфхаки от экспертов этого выпуска. Эту статью мы разместили в своем канале Telegram, ссылка будет в описании видео. Поэтому подписывайтесь на канал, и давайте смотреть свежий выпуск. Назови три самых крутых корпоративных канала, YouTube-канала в СНГ. Ну, розетка, конечно. Они самые крутые в СНГ? Сто процентов. У них уже больше миллиона? Ну, да. Розетка сто процентов, это номер один, и они... А в чем секрет успеха? Вовремя начали, много инвестируют. Окей, помимо розетки. Очень классно Beeline работает, но там не канал. Понимаешь, как далеко не каждому каналу, вернее, не каждому бизнесу нужен канал. Это просто вот Черткин взял и решил, что да будет канал розетки. И он его сделал. Но есть примеры огромных multinational бизнесов, которые эффективно работают на YouTube, но не создают свой канал просто потому, что им это не нужно. Интегрируясь с блогерами, создавая какие-то проекты, запуская AdWords. Например, самые успешные в этом плане? Ну, мне кажется, Pepsi, Beeline, вообще Телеком классно начинает с этим работать. В России Телеком прям шикарно с этим работает. Они большие молодцы. Банки хорошо работают, медиа хорошо работают, например. Ну, чего стоит только. Великое противостояние, там, где «Звездные войны» знаменитые блогеры делали. И там больше 300 тысяч подписчиков на канале. Это коммерческий проект, где присутствует бренд. Самый классный кейс, который я вообще когда-либо видел, это Blendtec. Это такая компания, которая выпускает блендеры. Они уже давно, причем очень-очень давно, это старый-старый канал, сделали канал, который называется Will It Blend. Это гениально. Тут вообще, это на самом деле жемчужина рекламы брендов на YouTube. Это было очень своевременно, это было гениально. И каждый тренд они мелят в этом своем блендере. И все, и шикарно, у них есть поиск, у них есть подписчики и фан. Все, идеально. И главное, видно, что блендер справляется действительно со всем. Что еще нужно? Гениально, просто в продакшене, дешево. Не знаю, что добавить. Все, это просто гениально. Мне кажется, все равно есть два варианта. Это когда ты создаешь канал под компанию обезличенную, и когда ты создаешь канал под человека, например, под собственника, если ему это интересно. Какая стратегия лучше? Нет правильного, неправильного ответа. Должна быть какая-то яркая личность, чтобы делать вокруг человека канал? Почему чечетки не снимаются в своих роликах? То есть, наверное, были на то причины. Тут много составляющих. Все же зависит от того, медийный этот собственник или не медийный. Есть у него время для этого или нет. Он, может быть, заработает миллион в то время, когда будет сниматься. Это хорошая практика, когда собственник бизнеса появляется в кадре. И это классно, наверное, работает в тех случаях, когда бизнес сам по себе функционирует уже хорошо. Есть такой сервис аренды платьев, Омайлук. Очень классная идея, шикарная реализация. И у них есть свой канал. Я бы советовал им делать чуть-чуть меньше акцента на том, что это Омайлук в своем канале. То есть, например, если ты открываешь канал под бренд, то тебе зачастую нужно просто раскрывать сторонние темы. Ну, например, делаем классное фото для Инстаграм. Очень многие люди ищут это. Ну, на самом деле, как хорошо фотографировать на телефон, как продвигать себя в Инстаграм. Можно было бы сделать так, что просто снимаешь ролик на такую тему, делаешь ты это в салоне, например, в их салоне, да, у них там красивая локация. Для того, чтобы дополнить свой образ, ты выбираешь одно из платьев, которое висит у них на вешалках. Там у них есть свой так называемый джибар. Это их салон красоты. Можно сказать, вот сделаем такую-то прическу с помощью наших ребят из джибар. И мимолетом было бы здорово намекать, что да, вы можете в этом всем разобраться, но легче, возможно, было бы прийти к нам, и мы это сделаем недорого, но очень хорошо и профессионально. Наиболее правильно делать, конечно, именно так. Отбирать блогеров для рекламы там, где есть наша аудитория. Отбирать те каналы, которые смотрит наша аудитория. Ну, представьте, допустим, ваш канал. Пусть будет на тему рыбалка, либо охота, ну, неважно, вот любую тему. Берем один из роликов, желательно, самый популярный. Затем заходим в комментарии и смотрим комментарии, кто комментирует. Из этих комментаторов мы выбираем нескольких людей, выбираем по аватаркам и выбираем наиболее взрослого человека. Мы судим, видим по картинке. Заходим к нему на канал и смотрим, на какие каналы он подписан. И именно с ними делаем коллаборации. То есть это могут быть и на тему не только рыбалки, это могут быть на тему автомобиля, могут быть и на тему бизнеса, на другие темы. Но суть в том, что наша аудитория там есть в этих каналах. Ну, а теперь давайте поговорим о том, как использовать блогеров для продвижения своего бизнеса на YouTube. Не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы сохранить его в списке понравившихся и при необходимости в дальнейшем к нему вернуться. Что ты нам посоветуешь, когда мы будем выбирать каналы блогеров для продвижения? Ну, прежде всего, нужно посмотреть на количество просмотров, потому что многие ориентируются на подписчиков, и это бессмысленно, потому что подписчиков может быть там 4 миллиона условно, а каждое видео набирает по... 20 тысяч. По 20 тысяч, да, такое бывает. Есть такие каналы, которые смотрят, но при этом всем доверяют именно рекламе так себе. Вот, например, наверное, это вот как Юра Хованский. То есть у него большая аудитория, но некоторые смотрят просто для того, чтобы понаблюдать, что он выкинет в следующий раз, с кем он поконфликтует. Но его мнение недостаточно авторитетно для самих зрителей, и как следствие, все, что он скажет, может быть пропущено мимо ушей. Я сейчас конкретно про Юру сказал так, ради примера, но таких блокировок... Я думаю, он не сильно обидится, и вряд ли увидит это. Есть люди, которые, например, рассказывают про ремонт, какие нужно выбирать инструменты, да. А есть, например, передача «Квартирный вопрос». То есть «Квартирный вопрос» — это просто эксперимент. То есть там нет особого лица. Даже та ведущая, о которой все знают лицо, видно, что она не строительная, в этом ничего не понимает, она просто красивое лицо, которое красиво говорит. И понятно, что там эффект был бы намного слабее, чем если какой-то мастер, например, который явно тысячу раз доказал своим зрителям, что он очень в теме, он будет рекомендовать какую-то дрель. И который приводит примеры, который объясняет, как он пользовался, и почему он выбрал, и почему он не выбирал другое. Ну вот такое. То есть аргументация, имя и так далее. И это работает. Вот нужно прописать четко по плану, что вы хотите получить от блогера, что блогер хочет получить от вас, кроме денег. Запрашивается, ну, кроме всей информации, сколько, предположительно, на этом ролике будет просмотров. Что это будет за тематика ролика? Это будет какая-то обычная тематика блогера, и вы туда интегрируетесь? Или это будет полностью ваше рекламное видео как-то закручено, спрятано? Либо явная реклама? От этого тоже зависит качество интеграции. И от этого зависит еще и цена. Где будет упоминание? В начале, в конце, в середине. Каким оно будет? Это блогер сам, как посчитает нужным, скажет, или скажет заученный текст? Или возьмет и модифицирует ваш текст под свой тренд, под свой материал? Третий вариант, наверное, лучше. Да, но не все это понимают. Я говорю о рекламодателях. Советы для тех, кто хочет выбрать блогера. Как его правильно выбрать? По формату аудитории. Это возраст, интересы и ценности, естественно. Если же у блогера контент, скажем так, на грани находится, пропагандирует какие-то вещи не очень хорошие, экстремальные вещи, то есть развлекательно дурашливые, если можно так сказать, тогда не каждому бренду такой блогер подойдет. Если вы серьезная компания, у которой аудитория взрослая, то вам нужно искать блогера с такой взрослой аудиторией, с серьезным контентом, потому что именно такой аудиторией будет интересна ваша услуга. Соответственно, смотрите на географию блогера, смотрите на его ценности, на позиционирование блогера, чтобы оно совпадало с позиционированием вашего бренда или вашей компании. Давай прям сразу посмотрим пару каналчиков. Мустанг снимает, насколько мне известно, он сейчас не часто выкладывает видео, то есть канал не очень активный, соответственно, размещать рекламу на канале, на котором видео выходит нерегулярно, смысла мало. Если бы выходило видео здесь регулярно, наверное, крупные бренды не пошли бы по причине того, что у них есть социальная ответственность, политики работы, и поэтому они бы никогда не рекламировались в контенте, который можно назвать спорным, который сподвигает людей на какие-то рискованные шаги, а его контент, конечно же, он именно об этом. Там он прыгает по вагонам, висит на краю дома, где-то, да, понятно, это все очень может плохо влиять на молодежь, и, соответственно, никакой бренд не захочет себя ассоциировать с таким форматом контента. Однако к нему могут пойти какие-то бренды некрупные, это могут быть какие-то онлайн-игры, казино, у которых меньше, скажем так, требования к социальной ответственности, и они вот часто в таком контенте можно их увидеть. Как понять оправданность ценника у блогера? Можно ли это соотносить с количеством подписчиков или с чем? Тебе говорят, 2000 долларов. Думаешь, ну, может заплачь, вроде есть 2000 долларов, а может это будет впустую, а может и эффективно. Как понять хотя бы на начальном этапе? Здесь есть время, сколько работает блогер. Он где-то уже пристрелялся, и то, что он тебе называют как рекламодателю, скорее всего, не просто от потолка взято, плюс можно сравнить с другими ценами от других каналов и посмотреть разницу. Еще зависит от наглости блогера, потому что если дается ценник, который вот в медиаките, вот бери и вот смотри, у меня занято здесь, занято здесь, а здесь здесь свободно. Это приемлемый вариант, а когда просто в личку пишется цифра без всяких там, это может быть наглость, это может быть загруженность, он понимает, что ну я завышу в 2-3 раза, если уйдет, нормально, у меня есть проекты, есть заказы, а если закажут, ну круто, подниму денег. Поэтому лучше все-таки какие-то медиакиты, заранее заготовленные презентации, которые показывают аудиторию, цены, возможности рекламного проявления, объясняют это, где-то кейсы показывают, это тоже очень важно. Когда вот ко мне приходил такой-то бренд, он сделал то это и получил вот это. Это вот прям супер-суперидеально, но такое не все делают. А каналы вообще на сколько по практике твои охотно дают такую статистику? Если ты запрашиваешь у канала и он не дает, ну тогда не нужно с таким сотрудничать. Это скорее всего у канала нет опыта сотрудничества, либо он что-то скрывает. Давай обсудим рекламу на канале ВДУТЬ. Что ты думаешь об этом? Немножечко у него так свой нестандартный подход к этому, да, все блогеры старались, наверное, до этого момента делать как-то более нативные интеграции. Он делает такие рекламные паузы, которые вот по-телевизионному как рекламная пауза. Внимание, реклама, появляется плашка, и дальше он красиво презентует какой-то продукт. Наверное, в его формате это очень правильный подход, потому что это не лайфстайл, это интервью, и интегрировать какой-то бренд нативно в интервью. Разве что продукт-плейсмент, если на стол поставить какую-то брендированную бутылку с напитком, положить шоколадку или на фоне повесить какой-то большой логотип, или поставить ноутбук с логотипом бренда. Но это будет недостаточно эффективно, это будет навязчиво как-то, наверное, более даже навязчиво, чем его рекламные вставки. Потому что рекламная вставка это честная реклама, он говорит, вот теперь реклама, красиво презентует товар, проговаривает рекламный текст, показывает его, а реклама заканчивается. Тем, кому это категорически не нравится, они могут просто перемотать чуть-чуть, не смотреть. Но те, кто к этому реально относится, они посмотрят, и у них, наверное, в голове что-то отложится. У нас вот 37 тысяч подписчиков. Сколько нам брать за интеграцию? 37 тысяч, ну, на уровне эквивалентности 700 долларов примерно. 700 баксов за стандартную интеграцию. У нас где-то так и есть. Хорошо, грубо говоря, 100 тысячник, так что проще было считать. Ну, это очень зависит тоже от пожеланий канала, от его готовности работать с брендами и от бренда, который интегрируется, а также от количества интеграции. То есть, если бренд заходит единоразово, ну, 100 тысячник, наверное, это диапазон где-то от тысячи до полутора тысяч. А у Дудя сколько стоит реклама, не знаешь? Сложно представить, но я думаю, что на уровне около 30 тысяч долларов. За какие показатели, за какие действия и вообще за что в компании отвечает канал и блогер? Что ты вправе от него требовать и что должен наоборот требовать? В первую очередь это просмотры, это по результатам. Я не говорю сейчас о дате выхода, о том, что он скажет, где он и как он это скажет и скажет ли он вообще что-то. Иногда блогеры берут деньги и ничего не делают. Есть такие кейсы, которые летали даже по интернету. Блогер взял там 3, по-моему, или 5 тысяч долларов, это не маленькие деньги, и сказал, ну, до свидания. Это без договора, без ничего, просто взял деньги, просто. Хотя канал довольно крупный. Раз уж мы юридическую тему затронули, всегда ли можно требовать просить подписать договор? И это общепринято ли практика на рынке? Подписывают ли блогеры, учитывая, что они могут находиться вообще в разных частях света? Чаще это доверительные отношения, либо это делается через компанию-посредника. Агентство, да? Через агентство, да, например, как Air Brands. У некоторых блогеров есть свои эксклюзивы с этими агентствами. Правильнее все-таки идти в агентство? Если это крупная рекламная компания, проявление, и все нужно сделать правильно и не морочиться, то лучше делать так, конечно же. Ну, давай я тебе конкретный пример дам. У меня компания продает франшизу. Я хочу достучаться до предпринимателей, которые обратят внимание на мой бизнес. Например, у меня бизнес по продаже хот-догов. Я продаю франшизу хот-дожной. Нормальный массовый формат, доступный по цене. Я могу просить у него, чувак, мне нужно 100 заявок. Это можно подвязать под мотивацию блогера. Мы тебе платим столько-то денег за проявление. Вот тебе реферальная ссылка, вот тебе доступ в личный кабинет. С каждой заявки ты получишь столько-то. А ты видишь эти заявки. Там с каждого перехода вдруг ты получишь столько-то. И тогда он по-другому начинает думать, и он может по-другому свое проявление в видео делать. Ну, это, кстати, хорошая идея, да. Дополнительно мотивировать переходить по ссылке в своем каком-то стиле. А слабо перейти по ссылке и посмотреть, что там. В соцсетях раскидать. Промотировать это видео в своих социальных сетях. Это уже его мотивация. И здесь он должен понимать. А если, допустим, ты за продажу квартиры получишь там 3% и блогер строительной тематики, либо он дизайнер, ну, супер нативно сделает и может получить неплохой процент, кроме обычной ставки за работу. Но привязываться прям за эти деньги, да, и мне столько-то просмотров, столько-то переходов на сайт. Уже переходы на сайт – это очень плавающая цифра. И тем более уже какие-то заявки на сайте, когда блогер за это вообще никак не отвечает. Может, сайт плохой, он скажет, что-то не работает. Или он нагнал трафика, что сайт лег. Это тоже очень важно продумывать. Были кейсы, когда заказывалась реклама у блогера. Блогер изи сделал, сайт лег. И весь трафик, он в трубу слился, потому что не смог сервер обработать это дело. Как подручными средствами проанализировать канал? Какие бы ты порекомендовал здесь сервисы? Самые лучшие средства – это статистика из аналитики YouTube-канала. Поэтому это нормальная ситуация, когда перед интеграцией блогера запрашивается, статистика его канала. Он предоставляет информацию об аудитории и просмотрах видео. Давай зайдем в то, что доступно нам. Это в статистику нашего канала. Нужно пойти в YouTube Analytics, да, и посмотреть демографические данные. Демография, возраст канала. Я говорю об этом на выступлении, ссылочка будет в описании ролика, что у нас взрослая аудитория, 75% это люди в диапазоне от 25 до 54 лет. По вашей аналитике видно, что с женским брендом крем для лица какой-то к вам интегрироваться, наверное, не имеет смысла. Зато с какими-то мужскими брендами, кремами для лица, для мужчин вполне, в принципе, можно интегрироваться. Большинство аудиторий – это 25-34. Это самое интересное для рекламодателя аудитории, потому что это люди, у которых уже есть какие-то деньги, закончили учиться, начали работать, появились деньги, они могут что-то покупать. Аудитория с высокой покупательской способностью. Это активная аудитория 25-34, которая еще находится на этапе выбора брендов, они еще определяются, потому что они только начали позволять себе с чем-то определяться, что-то покупать, пробовать, выбирать. И они как раз находятся на этапе, когда они могут еще переключиться на ваш товар или услугу, если они еще не определились с лояльностью к какому-то бренду. После 34 лет привычки уже как-то меняют реже, поэтому аудитория менее интересна для рекламодателей. Это очень хороший показатель для брендов. Если бы это была более молодежная аудитория, тогда меньшее количество брендов хотели бы интегрироваться в ваш контент. Ядро сейчас это, давайте так скажем, 18-35, это ядро. Вот все, что выше 35, это уже в зоне риска. Но не факт, что не нужно, потому что есть конкретные отдельные ниши, где это может быть нужно делать. Это все исследуется. Никто так не может сказать. Это безрассудное утверждение, что, ребята, если ваша аудитория старше 35, значит вам не нужно делать. Это означает, что это флажок. Ребят, надо обратить внимание. Но может быть для тебя это будет работать. Может быть там есть твоя аудитория. Но вот что интересно, у нас мужиков из России больше, чем из Украины, а девушек как раз больше из Украины. Так, окей, что еще тут важно посмотреть? Удержание аудитории это важный фактор для определения времени интеграции в видео на вашем канале. То есть целесообразно это делать в начале ролика, потому что многих зрителей, они уходят, перестают смотреть. Соответственно, нужно интегрироваться в первую часть видео для того, чтобы это было максимально эффективно. Чтобы большее количество людей увидели рекламу в вашем ролике. Я вот от экспертов из Air слышал, что все, что больше 40%, это хорошо. У нас много роликов с содержанием больше 40%, а ролик с Потапенко, например, у него вообще 60%. Больше 30% это уже хорошо. Больше 40% это очень хорошо. Это говорит о том, что ваше видео интересно аудитории. И люди смотрят его все дольше и дольше в процентном соотношении. А значит, вы двигаетесь правильным путем. Сейчас тренд главный, который мало кто озвучивает, но он есть, это взрослые каналы. И даже не то, что тренд, это спрос. И нужно сделать предложение, потому что взрослых каналов хороших по-настоящему мало. Есть Дудь, есть, например, тот же Трансформатор. И блогеры, которые стали взрослыми чуть-чуть уже, потому что они сами выросли, и им надоело делать что-то совсем детское. Парфенов еще, если тебе он знаком, как тебе этот кейс? Да, Парфенон, да, у него открылся канал. Ну, пока что не очень удачный канал. Подписались, я подозреваю на имя. Это тоже субъективно, но мне кажется, что с его контентом очень нужно работать. Если его почистить, будет конфетка. Но в целом есть такие моменты, когда ты смотришь и думаешь, зачем? Зачем? Зачем здесь это? И ты отвлекаешься, и ты выходишь. Я выключил первое его видео, когда он начал читать стихотворение. Очень долгое. Я что-то пропустил, наверное, либо я просто не понял, к чему оно было. При том, что я считаю его суперинтересным мужиком, и все его документалки для меня... Ну, не все, я смотрел там буквально нескольких-то. Очень прикольно. Сам он и на медне я смотрел, когда был мелким даже. Да, когда был мелким. Он классный, но вот пока что это такое. Видимо, он еще не сильно обтесался. Прежде всего, это очень долгожданный канал, потому что Парфенов – это уже известная личность. И он создал, наконец, свой канал. И очень много людей подписалось уже с первого видео, по-моему, до 100 тысяч человек. Уже пришло людей только при первом, при одном видео. Сейчас там три видео. В последнем видео уже появилась рекламная интеграция. По почерку интеграции очень похоже на канал Дудя, потому что тот же бренд, тот же продукт интегрирован. Наверное, да, он его по данным вопросам как-то помогал, консультировал, в том числе по развитию на YouTube. Детальная статистика по каналу. Там можно определить, в принципе, накручен канал или нет. А как это, кстати, определить? Вот может быть канал, который имеет мало подписчиков и много просмотров – это самый первый колокольчик, что что-то здесь, скорее всего, не так. Для этого нужно смотреть и запрашивать статистику у канала по источникам воспроизведения видеороликов. Там можно понять, это что-то не то, или это AdWords, или это действительно органика, и все нормально. Как увидеть, что это накрутка по статистике? Во-первых, это внешние источники, и они какие-то могут быть дивные, либо там IP-адреса, либо там еще что-то. Хорошо. А есть ли какая-то устоявшаяся на рынке формула для определения таких соотношений, например, вот в сегменте взрослого YouTube? Например, количество подписчиков и соотношение количества посмотров. Или все индивидуально? Я могу красиво съехать и сказать, что все индивидуально, но я думаю, где-то 30% плюс это будет нормально. То есть, если у тебя 100 тысяч подписчиков, то средний ролик должен набирать 30 тысяч посмотров. В течение какого времени после выхода? Я думаю, в течение 2-3 недель, может быть, месяц. Органика имеется в виду, да? Да, это органика. И здесь очень сильно зависит от темы видео, от того, когда и как был опубликован ролик, от того, что там было опубликовано. Затезерило, не затезерило, это очень важно. Многие просто называют накруткой рекламное продвижение. То есть, они видят, что видео быстро растет, и они говорят, что это накрутка. Но это может быть ошибка, потому что это не накрутка, а рекламное продвижение через систему AdWords на YouTube. Это абсолютно легально, это реклама, это официальная реклама YouTube. Что считается? Можно считать накруткой. Это, скажем так, недобросовестная покупка трафика или же действий на YouTube-каналах. Это делается через различные, так называемые, биржи накруток, на которых люди, находясь под логином Google, они выполняют какие-то задания. Например, поставить лайк или поставить дизлайк под видео, посмотреть какое-то видео, подписаться на какой-то канал или что-то прокомментировать. Они за это получают, видимо, какие-то деньги или какие-то баллы. Да, но часто мы сталкиваемся с подобными запросами, никогда с подобными инструментами не работали и работать не хотим, потому что это недобросовестный, некачественный трафик, и это методы, с которыми активно борется YouTube. Есть хорошая инфа. Это сервисы, с помощью которых анализировать каналы, например, до того, как с ними там сотрудничать, либо во время принятия решения. Это Social Blade, это CZ Slab и Popster. Например, в Social Blade можно посмотреть такой параметр, как количество просмотров, и они иногда бывают красные. Это когда в минус просмотры сразу, что это такое. Нужно уточнять, что это, и YouTube часто не засчитывает сомнительные просмотры, а сомнительные просмотры могут быть как разнокрутки, всякие непонятные взаимодействия. YouTube это определяет. Пока не суперидеально, этим пользуются. Но когда мы видим в Social Blade много открученных, то есть красных минусовых просмотров, это… И подписчиков тоже. Да, кстати, и подписчиков тоже, это странно. Также, если мы видим, что 15 тысяч просмотров у видео, но под ним нет ни одного лайка, ни одного дизлайка, Ну, или их там 10, например, да. Да, или их очень мало. Это говорит о том, что или рекламное продвижение, не очень хорошо настроенное на нецелевую аудиторию, которая никак не реагирует на это видео, либо же это купленные, опять же, накрученные просмотры. Если мы видим под видео большое количество комментариев, и эти комментарии, они не очень адекватные, да, то есть какие-то пишут не относящиеся к видео тексты, Москва-селедка, обрывалк и так далее, да, наборы знаков просто. Бывают же и тексты вроде бы с претензией на адекватность, но они часто контекст не учитывают. Например, автор хороший выпуск, дело еще, а на самом деле это был не выпуск, а трейлер какого-то там мероприятия, конференция, например, я такое встречал. Да, да, да. То есть по содержанию можно понять, что эти комментарии не реальных пользователей, опять же, нечестным образом приобретены. Да, то же самое касается реакции лайки-дизлайки. Если видео нормальное и не нарушает принципов сообщества, не вызывает негатива у среднестатистического человека, там не может быть больше дизлайков, чем лайков. То есть, как правило, всегда есть аудитория тех, кому не нравится, и это в среднем около 10%. То есть на 10 тысяч положительных реакций должно было быть около 1 тысячи негативных, отрицательных реакций. Стоит ли идти, допустим, рекламироваться на новые каналы, которые сейчас активно набирают обороты? Или лучше подождать, когда они там зафиксируются на какой-то понятной отметке или кейсы какие-то получат, которые смогут поделиться, и тогда уже идти на них рекламироваться? Я бы брал и мелкие каналы также. Во-первых, это дешевле, они голодные, да. Потом, откуда мы знаем, какой ролик выстрелит? Часто бывает, блогер публикует видео, ложится спать, утром просыпается известным человеком с миллионом просмотров на ролики, которые он вчера опубликовал. И бренд, который уже заплатил деньги, довольный такой, все хорошо. А хипы в этом плане кейсы? Кто помнит Мистер Гир? Нож красный, раскаленный на Ютубе, помните? Вот выкладывается ролик, и все, десятки миллионов просмотров, канал набирает подписчиков и так дальше. Лично видел аналитику одного канала, я сейчас не вспомню какой это канал. Человек с глубинки, из России, у него там что-то там 5000 подписчиков, он выкладывает какой-то ролик, и он у него за сутки набирает 20 миллионов, ну очень много, прям капец много, и у него там доходы просто... А он монетизацию включил? Конечно. Это то, чему мы учим в академии, даже на самых базовых уровнях блогерских. Все делайте так, как будто этот ролик выстрелит. Потому что ты просто забыл нажать галочку «Монетизировать» или забыл поставить подсказку «Подпишись на канал» или «Призвать к подписке», а ролик уже набрал обороты, это потом нарабатывать не очень круто. Это классные кейсы. Они единичные, действительно, но стоит рекламироваться на мелких каналах, можно взять больше, к большему количеству аудитории прикоснуться, и этот ролик останется навсегда. Ты, как рекламодатель, останешься в этом ролике навсегда. Последний вопрос. Может быть, он не самый оптимистичный, но все-таки он тревожит некоторых пользователей YouTube в России. Какова вероятность блокировки сервиса, полной блокировки сервиса, не отдельных роликов, а вообще всей платформе? Я хочу успокоить зрителей в России и креаторов в России. Если будут блокировать YouTube, то будут блокировать вместе со всем остальным. Просто, если будут перекрывать кислород свободному доступу информации, то это будет касаться не только YouTube, это будет касаться всех социал-медиа без исключения. Если будет Firewall строиться, по примеру, в Китае, и, кстати, разработка вроде бы как в России идет, то это коснется абсолютно всех медиа. Когда это случится, если вопрос, это вопрос, наверное, не к YouTube и не к технологиям, это вопрос к политической, общественной жизни страны. Просто это черный лебедь, ребят. Это не то, что можно предсказать, сидя в кабинете. Это либо случится, либо не случится. Когда случится? Революция в 2017 году для многих произошла очень неожиданно. Как и когда в России что может произойти с учетом турбулентности, с учетом ситуации в экономике, сложно. Но власть очень четко демонстрирует свою силу и неготовность, нежелание каким-то образом поступаться своей монополией на распространение информации. Поэтому и все наоборот идет только к ужесточению этих правил. А насколько далеко власть зайдет в этих вещах, мне, честно говоря, сложно судить. Я посмеюсь, если кто-то с уверенностью или убежденностью назовет какой-то сценарий более вероятным. Я имею в виду здесь не столько свободу слова и все подобные истории, а люди деньги вкладывают в YouTube. Я имею в виду обычные люди или не совсем обычные компании, они вкладывают десятки, сотни, тысячи долларов. Окей, у меня есть ответ на этот вопрос. Может быть, какой-то есть запасной вариант? Есть. Какой? Создавайте контент на английском языке или создавайте контент, который не требует вообще голоса в кадре. Ориентируйтесь на глобальную аудиторию. Вам это даст в разы больше денег, в разы больше фана, в разы обезопасит вас. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поставьте лайк, если это действительно так. И я понимаю, что вы уже хотите быстрее бежать в комментарии, чтобы написать все, что думаете по поводу услышанного. Но я вам хочу дать дополнительный мотив для этого. И на примере показать, как работает интеграция брендов в каналы. Вот замечательная компания Panasonic передала нам три таких зарядных устройства Smart & Quick с аккумуляторами, для того, чтобы мы их разыграли в рамках конкурса. Мы их использовали ровно два года назад в нашей экспедиции Tour de France. Мы проехали за месяц порядка 13 стран Европы. И каждую ночь в наших отелях все розетки были утыканы вот этими зарядными устройствами, которые готовили аккумуляторы для следующего съемочного дня. Итак, вы можете их получить. Условия конкурса очень простые. Напишите, пожалуйста, в комментариях самый интересный, самый успешный, по вашему мнению, кейс, когда интеграция бренда в канал у блогера действительно была эффективной, и вы задумались о покупке этого товара или услуги. А если подобных случаев у вас не было, то напишите самый идиотский, по вашему мнению, или самый факапный пример интеграции у блогеров. Обязательно со ссылками, чтобы мы вместе с вами повеселились. А ровно через неделю я выберу авторов трех наиболее интересных комментариев, и они получат от компании Panasonic и от French TV вот такие зарядные устройства. На этом все. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram. Там, напомню, есть статья с основными советами и лайфхаками экспертов этого выпуска. Обращайте внимание на наши социальные сети, там тоже много полезного мы выкладываем. И увидимся с вами ровно через неделю. Это French TV. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова